Сельхозпроизводитель Развитие биопрепаратов – это намного дешевле. Сейчас все химические препараты – они все импортного производства. Отечественно таких нет хороших, все импортного производства. А сейчас в данный момент, как говорится, доллар и евро – высокий курс. Это очень невыгодно применять. В компании стараются ориентироваться на российских поставщиков – 90% семян российской селекции. Но доля иностранных поставок все равно остается. Так, например, все растения выращиваются на кокосовой стружке, которую поставляют из Шри-Ланки. Нет у нас кокосовых плантаций, нет возможности получать эту стружку. Максимальное удобрение мы стараемся брать российские. Но опять же, есть позиции, которые либо перестали производить, либо цена даже выше, чем импортная. Но опять же, с российскими производителями проще, можно с ними договориться об отсрочке платежа, о том, чтобы присылали нам материалы без оплаты, о том, чтобы делали отсрочку до весны. Проблемы у всех сельскохозяйственных предприятий общие – получение кредитов и цены на энергоносители. Мы постоянно в комитете задаем один и тот же вопрос. Первое. Сельхозтоваропроизводителей надо ставить в особые категории обеспечения энергии в производстве продукции. Она должна быть дешевая и льготная. Это первое. Если этого делать нельзя, то тогда для сельхозтоваропроизводителей дальнейший рост заморозит тарифов. Заморозит. Потому что мы с вами можем оказаться в такой ситуации, что через некоторое время и это хозяйство, и с этой технологией, он просто не выдержит конкуренции. Потому что затраты будут расти. В прошлом году компания получила субсидии из федерального и областного бюджетов на строительство подстанции. За счет этого удалось реконструировать целый гектар теплиц, в которых будет применяться новая технология. С ее помощью урожайность можно будет повысить в несколько раз, а огурцы выращивать в три оборота. Управление теплицами происходит автоматически. Компьютер показывает нам, какое состояние сейчас на данный момент, какая температура, какая влажность, на сколько процентов открыты фрамуги, нужно ли сейчас зашторивание. Также показывает у нас своя метео. Она показывает наружную температуру. И непосредственно идет расчет тепловых сетей, какую нужно подавать температуру в теплицу. К автоматизации производства стремятся и на этой молочной ферме в селе Богдановка. Игорь Горюнов, еще недавно выпускник Самарской сельхозакадемии, работает менеджером стада. Это пока малораспространенная вакансия в зоотехнической службе. На ошейнике каждой коровы закреплен датчик, и с помощью программы специалист может трижды в день отслеживать надой молока, следить за кормлением или направлять животное на лечение к ветеринару. Каждая точка – это каждая корова в нашем стаде. То есть, каждая точка движется по часовой стрелке. И тут мы уже делаем выводы, то есть смотрим, правильно ли у нас идет работа со стадом. Могу навести мукольную мышку на любую точку. Я провязываю, ну, пожалуйста, у меня выходит. Вот на данный момент сейчас у меня попало животное 44-208. Вот это животное осеменно. У нее первая лактация осеменела всего лишь два раза. Сегодня в этом хозяйстве получают около 27 литров от каждой коровы. Это значительно выше средних цифр по району. Но и такие показатели не предел. К концу следующего года компания планирует увеличить надои и количество дойных коров до проектной мощности. И в перспективе на 9 тысяч годового надоя. То есть не менее 35 литров на голову. Это очень великие задачи, поэтому нужно очень много постараться, потрудиться, чтобы все это получилось. Для достижения амбициозных целей есть все необходимое. Построены коровники, оснащенные современным оборудованием. Заготовлены корма. Разработаны несколько видов рационов для разных типов животных. Комплекс функционирует круглосуточно. Прибор определяет, идентифицирует номер животного. Вот как вы сейчас видите, 754. И количество надойного молока. 8 литров, 8 килограмм, 710 грамм. Каждый раз оно увеличивается, увеличивается, меняется в процессе дойки. Когда заканчивается автоматически, доильный аппарат отсоединяется. Вот, да, сейчас видите, происходит как раз. То есть процесс дойки закончен. Развитие современного предприятия невозможно без инвестиций. Молочные фермы региона могут получать субсидии на завоз племенного скота. Из федерального и регионального бюджетов компенсируются затраты на поставку оборудования. В этом году у нас была одна партия привозного скота с Германией. Вот по ней еще субсидий нету. Тоже ожидаем. Поэтому сильная поддержка области присутствует. Молочные фермы, оснащенные современным оборудованием, могут рассчитывать на повышенные субсидии от государства. Есть такая мера, как субсидии на литр молока. И если это современная ферма, применяющая современные технологии, то на 2 рубля больше получает не 3, а 5 рублей. И это, я думаю, что достаточная мера для того, чтобы подобные современные фермы были выделены из числа всех, которые работают еще по старинке. При выходе на полную мощность в Богдановке смогут производить свыше 9 тысяч тонн молока ежегодно. Пока область обеспечивает половину своих потребностей в молоке, недостаток компенсируют поставками из других регионов и из-за границы. Чем больше ферм, подобных этому современному хозяйству в Богдановке, появится, тем скорее все самарцы смогут перейти на местное молоко.